Иванов Локти ровнее Раз, два, раз, два Золотарев, пузо-пузо втяни Раз, два, раз, два Раз, два, раз, два Тимофеева молодец Отлично Берем пример сесс-майора Раз, два И раз, два Еще три раза Раз, два, раз, два Так, здорово Переходим к приседаниям Так, спускаемся вниз В одну шеренгу становись Теперь 50 приседаний Начали Раз, и два И три Ну что вы как барышники кисейны У офицеров СБ Семь, восемь Девять, десять У офицеров СБ Тридцать, сорок Сорок девять Шестьдесят четыре Вольно Так, бежим пять километров Норматив двадцать две минуты Настур Внимание Давай, давай, давай Веселей Давай, давай, давай Финиш, финиш Давай, молодец, молодец, молодец Отлично Майор Тимофеев Отлично Как говорится, я не из тех, кто убегает Я из тех, кого фиг догонишь Зачет Давай, давай, финишируем Зачет Отлично, зачет Давай, давай, Волошкин Давай, 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 давай Так, капитан Волошкин Не зачет Прошу на пересдачу Есть на пересдачу Не переживай, Сдаш Спасибо, друг Разрешите войти? Заходи С делом Сарочкина ознакомилась? Да, конечно Садись Пройдемся еще раз по фактам Так Сарочкин Игорь Владимирович Тридцать восемь лет Проживает в Москве Холост Детей нет Работает в средней школе Учителем химии Изобрел вещество Которое по любому биоматериалу Волос, кожа, зуб Определяет судьбу человека Его наклонность к благородным Или преступным действиям Американские спецслужбы Завербовали его бывшего одноклассника Ворофеева Ныне гражданину США Он уже выкрал данный образец И передал его ЦРУ У нас тоже имеется данный образец Но чтобы применить его в дело Нужна формула Которую Сарочкин держит в голове Может поймать его на чем-то мелком Ну, типа взятка за ответы Вызвать в отделение Расколоть А еще лучше Официально признать гением И выделить государственный грант На разработку Майор Тимофеев А как по-вашему мы его нашли? Этот идиот Фу ты, гений Подал заявку на государственный грант Думаете, у нас там шпионов что ли мало? Ну, заявку его отклонили И слили ЦРУ Вот такие вот пирожки с капустой И капусту За формула Сарочкина Отвалились такими нулями Что, ого Мы подсоединились к его домашнему компьютеру И выяснили, что он пишет стихи Стихи? Да Все стихи он посвящает Своей однокласснице Первой любви Веронике Копцев Связь потерял с ней 17 лет назад Но до сих пор продолжает любить Где сейчас эта Копцева? Проживает в Ачинске Небольшой городок в Красноярском крае Разведена Четверо детей Один свой и трое приемных Да уж Изменилась муза великого ученого Может, увидев ее сейчас У него пропадут чувства Да что ты знаешь о любви? Ты же не замужем И никогда не была У мужчин Настоящие чувства с годами Только сильнее становятся Они проходят Не знаю уж как у вас У женщин Но мы уж Если полюбили Так на всю жизнь Ну а внешность Ну что внешность Мы тоже с годами Не молодеем Не хорошеем А Фаина Раневская Сказала Вы когда-нибудь слышали О женщине Которая потеряла бы голову Только от того Что у мужчины красивые ноги Раневская замужем была? Не знаю Вроде бы нет То-то же Нельзя верить словам Незамужних женщин Так все Отставить Верику Вернемся к делу Ну мое задание Я так понимаю Завербовать Копцеву Будем предлагать деньги За сотрудничество И дадим гарантию безопасности Ее детям Нет Наши красноярские коллеги Уже пытались Бесполезно Копцевой будешь ты Я? У вас один типаж Ну вот Сама смотри На результат программы Ей 38 Тебе 36 Волосы перекрасим Глаза у тебя свои голубые Через три недели Пойдешь на встречу выпускников По легенде Ты недавно вернулась в Москву Ну твое задание Войти в доверие К нашему гению Сарочкину Товарищ генерал Разрешите вам Напомнить Недавнее дело О наследстве Графа Орлова Одна из наследниц Раскусила нашего агента В два счета Двойника Нашли на лицо Идеального Только с ростом Не угадали Их дядя был Высоким мужчиной Наш агент Ростом ниже среднего И не помогло ему Знание всех Семейных традиций И заметьте То дядя Которого они не видели Полвека А тут Любимая женщина Да каждую черту Которую он помнит Наизусть Мы же провалили Тогда задание Два килограмма Четыреста восемьдесят Граммов Редких русских алмазов Уплыли за границу Майор Тимофеев Прекратите Никакие стекляшки Не идут Сравнения с умом Русского человека Сарочкин Вот наш настоящий бриллиант И мы его Никому не отдадим Клянусь честью И даю слово Русского генерала Готовься к операции Чтобы никаких Сомнений Ненужных размышлений И кстати В эскопце Одного роста Сто семьдесят два сантиметра Размер обуви Тридцать девять Ты сколько Пятьдесят восемь килограммов Да Ну вот что соответствует Ее в одиннадцатом классе Ну как говорится Тебе и флаг в руки ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Здравствуйте. Удобно разговаривать? Да, да. Ты ж елки-метелки. Что? Да суп закипел, но на плиту чуть не пролился. Как борщ? Борщ. Со свеклой и чесночком. А, я не вовремя, извините. Да нет, нет, нормально все. Говори, что хотела. Я несколько раз посмотрела запись выпускного. Не похоже, чтобы Игорь Сарычин с Вероникой Копсовой были парой. Она фотографируется и танцует со всеми, только не с ним. Вообще в углу сидит, как сыч один, и не участвует в общем празднике. Как-то не верится мне, что между ними была любовь. А с чего ты взяла, что между ними? Это он в нее влюблен. А она о его чувствах, может, даже и не догадывается. Ну и как мне войти в контакт? Школьные годы не замечала. Спустя 20 лет встретились. И увидела, кого парня потеряла. Ну, ты на шею-то сразу не бросайся, не пугай объекта. Твоя задача – аккуратно войти в доверие, наладить контакт и начать встречаться. Как бывшие одноклассники. А если он не захочет встречаться? Может, ему нравится тайно страдать и писать стихи. Ты уже в образе? Да. Скинь фото. Захочет. path. Поехали. Захочет. Поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так как у нее это получается-то, а? У-у-у, майор Тимофеева, соберись, вспомни, чему тебя учили в высшей школе ФСБ на актерских курсах. Ну ладно, ты была не самой лучшей ученицей. Ты же женщина. Ну, должно же быть в тебе какое-то природное кокетство. Господи, ну неужели ты сразу меня создал майором ФСБ? Ну почему ты мне не дал хоть грамма женственности? Господи, вот не ради себя прошу, ради России, матушки. Помоги мне не провалить задание. Сделай меня хоть на время Вероникой Коксовой. Нам очень-очень нужно узнать формулу гения Сарочкина. Этим мы не успеем, нас опередят англосаксы. Ты же русский бог. И я России служу. О, получилось! Субтитры подогнали Симон. КОНЕЦ О, Игорь Лазимирович, вот вы где. А я вас везде ищу. Кира Андреевна, для вас я всегда просто Игорь. Слышала твою заявку, опять на грант отклонили, да? Ну, видимо, открытие других ученых более достойное. О чем твое было? Потом расскажу. Там еще нужно доработать и исследования провести. Ну и правильно. И правильно. Доведешь дома, а потом еще раз подашь. Я вообще-то по другому поводу. Ты в группу, которую Галя создала для вашего выпуска, заглядывал? Нет, а надо. Я же и так здесь буду. Ну? Хочешь узнать, кто придет? Да, как обычно. Леня, Марина, Витя, Галя. Уж который год состав не меняется. Ну, тогда не скажу. Пусть для тебя будет сюрприз. Неужели Костя Ларафеев опять из Америки прилетит? Надо же. Столько лет не появлялся, а последние три года как будто бы специально прилетает, чтобы с нами увидеться. Видимо, как и всех эмигрантов, накрыла тоска по родине. Может и Костя. А может и еще кто-то. Знаешь, я за вами с пятого класса наблюдала. Вот, вроде и не дружили, но как-то вас тянуло друг к другу. Что-то вас объединяло. Заинтриговали, Кира Андреевна. Даня Васильев, капитан дальнего плавания, вернется в родные пенаты, да? Так, может и Даня нас осчастливит. Посмотрим. А ты завтра приходи пораньше, пар ты поможешь переставить. Хорошо, Кира Андреевна, без проблем. Маргарита. Где вывод? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Здравствуйте. Калин Смирнов, одиннадцатый вы. Проходите, Николай, приятной встречи с одноклассниками. Всего. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что еще? Я сказала, никакого компьютера. Иди уроки делай, вернусь, проверю. Людмила Соловьева. Ага. У вас нет в списке. Ой, я по муже Соловьева. Кошкина, моя девящая фамилия, одиннадцатый Б. Проходите. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Здравствуйте. Вероника Копцева, одиннадцатая. Здравствуйте. Какая вы стройненькая. Все на фитнесе, наверное? Да, апонемент безлимитный купила на год. Вероника Копцева? Не признала. Богатой будешь. Здравствуй, Марина. Однозначно буду. Мои года, мое богатство. Ребята. Здравствуйте. Дорогая. Моя дорогая. Здравствуйте. Вероника Копцева. Да, я тебя обниму. Боже мой, ну глаз не оторвать. Вот ни капельки не изменилось, да? Здравствуйте, Кирилл Андреевна. Привет. Вот все, такая же красавица. Только что, что нас забыла? Мы все время про тебя вспоминали, правда? Вот. И главное, Игорь спрашивал. Игорь, Сарочкин, иди сюда. Иди сюда. Здравствуй, Игорь. Ребята. Люня, Галя, Витя, Марина. Пойдемте все в класс, пойдемте. Ой, какая ты молодец, что пришла. Да, ну красавица вообще, да. Просто удивительная. Ой, каждый раз смотрю на вас и думаю, увидимся ли в следующем году. Ну, давно пора на пенсию. Ну, как я без школы буду жить? Ну, 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 Кирилл Андреевна, ну что вы. Ну, долгих вам лет. Школа без вас тоже не сможет. А кто учить истории будет? Слушайте, я здесь у сынишки своего учебник полистал. И аж ахнул. Еще программка-то та. Про Сталинградскую битву. По словечку. Представляете? Фу. А вот. Вот-вот. А потом появляются Коли из Уренгоя. Нет, Ушкира Андреевна, нельзя вам на пенсию. До последнего. Учите наших детей. В следующем году у меня старший в школу пойдет. Хоть ездить далеко, но однозначно сюда. Только сюда. Давайте. Я тут учился, и человек из меня получился. А к новым учителям доверия нет. Вероника, а как ты сын? Ты же первая из нас родила. Нормально. Учится хорошо, занимается спортом, увлекается биологией. Мы, собственно, в Москву вернулись, чтобы он здесь школу закончил, в институт поступил. А я слышала, что ты с мужем развелась? Да. Не сошлись характерами. Я бы не хотела об этом говорить. Ой, прости, пожалуйста, не хотела задеть за больное. Ты же у нас первая красавица была. Думали, самая счастливая будешь. Да и замуж первая вышла. Ну, как говорится в народе, не родись красивой, а родись счастливой. Я пойду руки помою. Вероника, можно тебя на минуточку? Да, конечно. Так неожиданно тебя снова встретить? Думал, больше никогда не увидимся. Да, так обстоятельства сложили. Сама не планировала. Никогда не была на встрече выпускников. А вот тут и пришла. Да я глазом своим не поверил, когда ты в чате отметилась. Да, а что в этом удивительного? А ты, а ты помнишь нашу поездку на экскурсию в 10 классе? Ммм, какой конкретный, их же много было. Такая одна. Мы тогда с тобой поцеловались. И это был мой первый поцелуй. А, ну да, ну да, разве ж такое забудешь? Я после этого тебе еще кольцо подарил. Купленное на свои карманные деньги в переходе в метро. А ты? А что я? А ты его выкинула. Вот все, зараза, а? Ой, прости. Да нет. Я все понимаю. Королевам класса нельзя дарить дешевку, купленную в переходе в метро. Леня, прости. Я правда не знаю, почему так плохо тогда поступило. Мне очень стыдно. Все, я извинилась. Пойдем в класс. Подожди, Верник. Я купил тебе другое. Кольцо. В честь нашего первого поцелуя. А вот этого делать не стоит. Ты женатый человек, многодетный отец. Да, мало ли, кто с кем в школе целовался. Ты не пойми меня неправильно. Я люблю очень сильно свою жену. И она моя на всю жизнь. Но тот поцелуй, это тоже история моей жизни. Поэтому прими, пожалуйста. Спасибо, даже нет слов. Просто иногда надевай его. Спасибо, да, конечно. Знаете, я, наверное, пойду. Мне, правда, пора идти. Очень рада была всех увидеть. Обещаю, на следующую встречу у косняков обязательно придем. Вероника, подожди, подожди. А, фотография на память. Ну-ка, встаем все, встаем, встаем, встаем. Встаем. Я не люблю фотографироваться. Ой, кто бы говорил, выпуск нового из 200 фотографий 150 статболь. Точно. Ну, тогда я была юная и свежая. Ой, да ладно тебе, всем нам уже не по 16. О, а давайте на мой. Я в программе обработаю, и все будут на 18 выглядеть. Класс. Копцева не вернись, не вертись, а. Копцева. Все. Ага, давайте я вас теперь сфотографирую. Так, а где у нас Сарочкин? Ай, ну ладно, он же каждый раз у нас на встрече. Вероника первый раз. Так. Все, отлично, отлично. Все, давайте все заставить. Вероника. Мне правда пора идти. Очень рада была вас видеть. Не забывай. Ребята, всем. Не забывай. Ну все. Все, все, садимся, садимся. Обещаю в следующем году обязательно прийти. Все, до свидания. Будем ждать, будем ждать. Садимся, садимся, садимся. Так, а теперь Витя расскажет нам анекдот, который обещал. Который обещал еще в прошлый раз. Садимся, Галин. Бежала как-то мышка по обрыву. А ты, как всегда, неразговорчив. Да я просто не ожидал, что ты такой станешь. Да? А мне кажется, я не сильно изменилась. Не сильно. А должна была сильно. Как твой сын? Нормально. Ты сказала, что вернулась, потому что решила, чтобы он закончил школу в Москве. А на кого он решил поступать учиться? Если хочешь, я могу помочь с точными науками. Ты знаешь, я с ним поговорю. У него сейчас такой возраст, сам не захочет, не заставишь. Давай обменяемся телефонами и созвонимся на днях, встретимся. Пойду я. А какой я должна была стать? Другой. У тебя должно было быть много детей, собака и несколько кошек, подобранных на улице. Субтитры сделал DimaTorzok Саша, привет. Саша, привет. Майор Тимофеев. Я там на фото засветилась. Под шамань, пожалуйста, пока они по интернету не разлетелись. Да, смартфон Орловой Марины Юрьевны. Как уже все сделал. Оперативно работаешь, коллега. С меня шоколадка. А вот на свидание я хожу теперь с другими. Исключительно по делу. Давай, будь здоров. За предложение, комплименты, работу. Спасибо. Все-таки мужчины предпочитают планетельник. Ну что ж, отлично. На этом мы сыграем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На свете. Товарищ генерал, у Копцева есть кошки? Это так важно для дела? Очень. Сейчас узнаю красноярских коллег. Перезвоню. Есть кошки. Три штуки. Порода неопределенная, все подобраны на улице. И собака. Да. Откуда знаешь? Я еще не сказал. Сарочкин сказал. Он не видел ее почти 20 лет, но знает о ней все. Может, он экстрасенс или провидец какой-то. Нет. ЦРУ не стали бы связываться с шарлатаном. У них там своих гадалок хватает. Его изучают несколько западных институтов. Он действительно по биоматериалу может рассказать все о человеке. Он защищал свою работу и доказал это публично. Так он же гений. Это же открытие в мире генетики. Конечно, гений. Иначе бы мы за ними следили. Ты налаживай контакт? Да. На следующих выходных встречаемся. Угу. Отбой. Добро. Собака понесли меня. Мне всегда здесь нравилось. И я почему-то сразу захотел пригласить тебя именно в это кафе. Очень миленько. Позволь, я поухаживаю за тобой. Выбирай, что хочешь. И позволь, я оплачу. Давай пополам. И исключено. Я еще со школы мечтаю сводить тебя в кафе. Хм. Ну что ж. Позволю тебе за мной поухаживать, а себе побыть слабой женщиной. Не получится. Я не умею ухаживать, а ты совсем не слабая. Хм. Жизнь заставила сильной быть. Нелегко одной воспитывать ребенка. А вы... Развелись через два года после свадьбы, да? Да. Откуда знаешь? Трудно объяснить. Может, мой следующий вопрос покажется странным. А ты никогда не хотела взять детей из детдома? Хм. Мне б с одним родным управиться. А твои кошки с собакой, они тоже переехали в Москву? Ну... Не все, но скоро всех заберем. Хм. Понятно. Как сын? Нормально. Чему вопрос? Я хотел спросить, может мы как-нибудь встретимся втроем? Познакомишь меня с Егором? Хм. Извини, но это не самая лучшая идея. Я буду капучино и десерт. Я думаю, что не это заходит. Познакомьтесь. Познакомьтесь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ни один мужчина не устоит перед приемами самообороны, которые прошли сотрудники русской школы ФСБ Да я не про это Что у вас за мысли, товарищ генерал? С чего вы решили, что он будет ко мне приставать? Ну, я это так Просто ты сказала, он один, ты одна Позвал вечером в гости Ужин, вино, все такое Про вино я вообще-то не говорила Но у вас и фантазии, Федор Борисович? Как вас только жена терпит Да, терпелась уже Двенадцать лет как довец Живу вдвоем с сыном И по выходным варю борщ со свеклой и чесноком Даша, ну, я не знаю, как вести себя на этом домашнем свидании Ты уже береги себя Он хоть и гений науки, но все же мужчина А ты у нас женщина симпатичная В смысле? Ну, у всех вкусы разные, конечно По мне так очень даже ничего Ты только ничего лишнего сейчас не подумай Я, товарищ майор, ценю вас исключительно за высокий профессионализм и достойную службу На меня, знаете, все эти ваши кудряшки, платьицы, каблучки не действуют Все, свободно, товарищ майор На Игоря тоже не действуют Он другой слой Вероник увидит Даша! Что? Да нет, ничего Все, идите Да иди, иди Может, вина? Нет, спасибо, я за рулем Если хочешь, я могу сварить кофе Да нет, давай чай Чай Я думал, ты приедешь с сыном Как он? С Егором все хорошо Учится, заводит новых друзей в Москве Скучает по Ачинску Почему тебя так интересует мой сын? Я не знаю, как это объяснить Понимаешь, я доказал, что наша судьба и правда, как говорят, на роду написана Это сложно объяснить простым языком Человек либо изначально наделен умственными способностями, либо нет Интеллект – это способность мысли А знания мы получаем на протяжении всей жизни Это доказали генетики и нейробиологи Так вот, я пошел дальше И я изучил сотни человек на протяжении длительного периода времени Наше тело, оно состоит не только из органов Оно несет в себе важную информацию По сути, даже по младенцу уже можно сказать Кем он станет и что его идет в жизни А 20 лет назад я собрал волосы всех наших одноклассников И мои исследования показали судьбу с точностью до 99% Но тут появляешься ты и становишься исключением У тебя должна была быть другая судьба Помнишь, мы с тобой встречались, когда ты только вышла замуж и родила Егора? Ну, да Я тогда тебе еще сказал, что брак будет недолгим Что это нам с тобой суждено быть вместе, а мне воспитывать твоих детей У тебя их должно было быть несколько Прости, я тогда вытер рот Егора своим плотом Но зато теперь, изучив его слюну, я могу с точностью сказать, что он будет ученым-биологом У него для этого все есть Позволь мне с ним встретиться Или хотя бы для начала принеси его футболку с потом Или, может быть, волос Может, моя формула верна, и только ты являешься исключением Исключение подтверждает правила Ты гений, я в этом даже вот ни капельки не сомневаюсь Я подавал документы на грант И мне отказали Потому что они правы Позволь мне убедиться, что они правы И что мой многолетний труд ничего не значит Просто принеси мне его брязную футболку Или носок Или волос Это же не сложно, правда? Ну да Совсем не сложно Чай 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 товарищ полковник задание выполнил есть немедленно отправить москву и Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да-да, меня не будет две недели. Уезжаю в Сибирь, в Красноярский край. Нет, по личным делам. Вероника, это удивительно. Совпадение почти сто процентов. Я все правильно рассчитал. Я не ошибся. Моя формула верна. Мне нужно встретиться с Егором, чтобы подтвердить остальные данные. Можешь даже не говорить, как он выглядит, какими болезнями он болел в детстве или какая травма у него была в 10 лет. Я это все знаю. Поехали к тебе. Я хочу увидеть его прямо сейчас. Давай я сначала с ним поговорю. Это как-то неожиданно. Дай мне хотя бы его увидеть и задать ему пару вопросов. Как ты не понимаешь, я сделал научное открытие. Ты молодец. Это замечательно. Только мне нужно все обдумать. А ты что, правда, в Сибирь собрался? Да, я хочу помочь тебе перевезти остальные вещи. Ты же сказала, что переезжаешь в Москву насовсем. Ну и кошек с собакой тоже. Не вздумай возражать. Я просто хочу тебе помочь. Да какие уж тут возражения. Спасибо тебе большое за заботу. Но я не собираюсь в ближайшее время ехать в Ачинск. А как же твои кошки с собакой? Они же по тебе скучают. Очень скучают. И я по ним очень скучаю. Но они в надежных руках и под хорошим присмотром. Пойдем уже. Пожалуйста, то опоздаем. Он хочет встретиться с Егором Коктилом. В курсе. Мы даем тебе в помощь еще одного агента. Он будет играть роль Егора, сына Вероники Копцевой. Мальчишка смышленый справится. Ты, простите, вы с ума сошли? Мне еще ребенка в деле не хватало. Я не знаю, как себя вести с детьми. У меня нет опыта общения с подрастающим поколением. Не волнуйся, подгузники менять не надо. Егору 17 лет, нашему Сергею уже 18. Первый курс юридического. Готовил к заданию лично я. Разрешите идти? Разрешаю. Что это с ней? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Сергей Захаров. По легенде, работаю под именем Егор Копцев. Встреча с Арочкиным через два часа. Надеюсь, биологию знаешь хотя бы на уровне школьной программы. В детстве ловил бабочек и засушивал кузнечиков. Извините, пошутил. Отставить шуточки. Есть отставить шуточки, товарищ майор. Задание готов. Садись в машину. И как ты сразу догадался, что она не из наших широт? Да сначала это вообще было предположение. Я никогда не видел таких в Сибири и в средней полосе России тоже. В общем, это чужеродный для нашей местности вид американской белой бабочки. Плюс это злостный вредитель для садов и парков. Она повреждает лиственные деревья и кустарники. И вот непонятно, откуда она у нас оказалась. Я предполагаю, что ее могли намеренно завести. Ну, помните нашествие саранчей 80-х и канун 90-х? Так это же был умышленный выброс насекомых. Организованный западными спецслужбами с помощью местных предателей для уничтожения урожая. Так тогда борьба шла химикатами. И вместе с саранчей погибали другие насекомые. И ты разработал яд, который убивает именно белую американскую бабочку. Да. Да ладно. Мам, ты что ешь? Я же тебе рассказывал. А, да-да, припоминал. Память девичья. Разве ж все упомнишь. Он очень похож на тебя. Ну, дети обычно похожи на родителей. А, здесь он, смотри. Эта белая американская бабочка реально существует? Да. А ты откуда о ней знаешь? Так красноярские сотрудники ФСБ не только грязный носок Егора Копцева взяли, Ну, и все данные с домашнего компьютера скачали. А я их просто выучил. Молодец. Хорошую тебя память. Главное, будь внимателен к деталям. Он реально ученый. Может почувствовать подвох. Нам нельзя провалить задание. Знаю. Генерал предупредил. Ну, как тебе новый напарник? Смышленый. А ты сомневалась. Отличный кадр. Сам готовил. Чем занимаешься? Изучаем нашествие саранчи в СССР. Вы знали, что это была диверсия? Что популяцию специально скинули на нашу территорию, чтобы уничтожить урожай? Да. Враги России не дремлят. И наша задача защитить гения Сарочкина. Почему вы решили, что он выдаст формулу любимой женщине? Ты уже стала его любимой? Федор Борисович, вы о чем? Я изображаю Веронику Копцеву. Хожу на встречи с Сарочкиным. И хоть я не очень понимаю в химии и генетике, но то, что он может по капле пота или волосинки предсказать судьбу человека, меня восхищает. Никогда была знакома с гениями науки. Он тебе нравится? Странный вопрос. Мне нравится, что среди русских людей много великих ученых. Уже поздно. Да, да. Прости. Спокойной ночи. Уже. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Кажется, я не в тот двор попал еще. Вот тебе надо. Ну, привет. Даша, ты лето. Привет, привет. Сколько лет, сколько зим. Да, что с нами делают года. Да. Ладно. Не буду спрашивать, как живешь. Все прекрасно. Сам вижу. Во мне, знаешь ли, все прекрасно. Да, жена, двое детей. Свой строительный бизнес. Рада за тебя. Ладно. Бывай. Даша, зря покрасилась. Блондинка тебе не идет. Сразу какой-то невзрачненькой стало, что... Стоять! А вы что здесь делаете? Так сигнал поступил. Ложная тревога. Свободно. Есть, товарищ майор. Миш. А? А я сильно страшно не накрашен? Да не, не сильно. Че ты? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Спасибо. Что это было? Просто встреча с бывшим одногруппником. Просто встреча? А сигнал поступил такой, караул, все пропало. Полная боевая готовность. Немножко участило сердцебиение. Прибор зафиксировал. Немножко. Да ты когда в засаду попала, у тебя так сердце не билось. А тут какой-то бывший одногруппник. Не просто одногруппник. У нас были отношения. Тогда составь список всех, с кем у тебя были отношения. Чтоб мы агентов зря не сливали. Больше ни с кем не было отношений. Хватило один раз обжечься. Что ж это за огонь любви такой разжег этот Валерий Николаев? Что выводит из равновесия опытного майора ФСБ? Да так. Ничего особенного. Просто соблазнил и публично посмеялся. Гаденыш. А ты? А я ушла с экономического факультета МГУ. Поступила в высшую школу ФСБ. И решила посвятить свою жизнь служению Родине. Это ты зря. Я не про Родину сейчас. Родина святое. Зря я не ответил, ну да тогда. Врагов надо бить сразу. Ну ничего, ничего. Лучше поздно, чем никогда. Русские своих не бросают. Эх, Валера, Валера. Кирдык тебе, Валера. Мы за нашу Дашу уши оторвем. Да не надо его трогать. Поздно. Я уже дал задание проверить его фирму. Да. Да, я уже уезжаю. Скоро буду. Раньше Сарочки никогда не отменял встречу. Ну да. Мало ли что случилось. Да. Объект отменил встречу. Нет, причину не выяснили. Есть выяснить. Тасу поел. Что? Получены данные, что кто-то заглушил прослушку в квартире Сарочкина. Также сегодня утром в Москву прилетел Константин Ворофеев. Бывший одноклассник Сарочкина, завербован спецслужбами США. Какой шут... Борщ со свеколом чесноком. Извините, товарищ майор, но генерал не хотел, чтобы вы знали, что он мой отец. Легок на помине. Слушаю, товарищ генерал. Срочно к Сарочкину. К его дому подъехал Ворофеев с еще одним агентом ЦРУ. Что я ему скажу? Да какая разница? Скажи, что замуж за него ходит. Живой, скорую, срочно вызывай. Он выживет? Ну, в коме. Честно скажу, шансов мало. По статистике, после подобных травм немногие приходят в себя. Но всегда есть место чуду. Надо верить. Держитесь. КОНЕЦ Двадцать третий год. Аналитический склад ума, высокая обучаемость, способность к профессиональному спорту, выбор военной профессии, рискованная, сильная. Поздний брак, огнестрельное ранение в 2027-м выживет. Двое детей, семь, внуков. Не Вероника. Ругая судьбу. Мы не можем предотвратить все зло на земле. Я обязана, бываю, его уберечь. По моей вине Россия потеряла великого ученого. Слышишь, что сказали врачи? У него нет шанса выйти из комы. Я провалила задание. Не ты. Кто там? Вероника, здравствуйте. Вы меня не знаете. У нас есть общий знакомый Игорь Сарочкин. Вы с ним вместе учились в школе. С ним что-то случилось? Случилось. Ой, Игорь, Игорь, как же так. Я же всю жизнь жила с мыслями только о тебе. Думала, когда-то встретимся. А вы знаете, я в него влюблена была в школе. Что, правда, что ли? Да. С класса пятого, когда нас вместе с ним посадили за одну парту. Но Игорь, он такой же умный был. А я так себе училась. И что я только не делала, чтобы привлечь его внимание. И юбки покороче надевала. И макияж яркий красила. Мальчишки вокруг меня юлой крутились. И только Сарочкин не замечал. Еще как замечал. Он вам стихи писал. Да он даже в сторону мою не смотрел. Конечно, зачем ему троечница? Сами же понимаете. Мы, девочки, умных мальчиков влюбляемся. А с хулиганами дружим. С ними же проще. А после выпускного я так на Игоря разозлилась, что с Антоном встречаться начала. Да и забеременела. Пришлось замуж за него выходить. Глупо, да? Не знаю. Где-то прочитала, что если беременная женщина будет смотреть на красивых людей, то и ребенок красивый получится. И я всю беременность только об Игоре и думала. Засыпала и просыпалась вместе с мыслями о нем. Вот прям в глазах стоял. Вы, наверное, решите, что я ненормальная. Но только скажу я вам, Егор на Игоря очень похож. Не внешне. Тут он весь в отца пошел. Он такой же умный и наукой увлеченный. Только Игорь химик. А Егор биологией бредит. Не верите? Хотите, я вам грамоты с международных олимпиад покажу? Везде первые места занимал. Веря, ну не понимаю вас. Ладно, мы люди в погонах. Вот нам по уставу не положено чувства проявлять. Но вы-то почему за 20 лет ни разу не позвонили, не написали? Да что же вы за люди-то такие, а? Неужели так трудно было сказать слова любви? Вы же могли быть счастливы все эти годы. А теперь что? Что? Ну как же так, а? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, я пойду. Думаю, вам о многом нужно поговорить. А третье, точнее третье, как говорится, здесь лишнее. Спасибо вам за все. Ты все же и не ошибся. Значит, Дарья. Так точно, майор Дарья Тимофеева. Привет, напарник. Отлично. Мы не провалили задание. Сарочкин пришел в себя. Соображает. Генералу, да, сейчас позвоню, доложу. Товарищ генерал, Федор Борисович, Сарочкин вышел из кома. Говорит, еще как говорит. Он узнал Веронику и меня. Мужчина всегда чувствует присутствие любимой женщины. Ты молодец, что привезла к опыту. Любовь сильнее прогнозов врачей. Что у вас там за шум? Опять борщ выкипел? Немножко. Хочешь попробовать? Да неудобно как-то. Давай, приезжай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Приятного аппетита. Спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА М-м-м! Очень вкусно. Никогда бы не подумала, что вы так хорошо готовите. Спасибо. Я, кстати, уже поговорила с Сарочкиным. Он готов к сотрудничеству. Отлично. А я еще и пироги пеку. А чему мне эта информация? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, понравиться хочу. Кому? Майор Тимофеев. Ну, вкрутите логику. Нас здесь двое. Себе я нравлюсь по определению. Кто остается? Кто? Догадайся. Я? Нам быть великими дано И потому люду я звери Заочно Русь уже давно Приговорили к высшей мере За то, что не даем забыть О полоумевшей планете Что слабого негоже бить Что вольный дух сильнее клетки Ни день, ни месяц, ни год Столетиями Больба орудий Идет охота на народ Особая примета Русский Но на таких управы нет Мы верим в то, что в правде сила В земле священной тихий свет Питают грозные светила И никогда небесный род Не смогут победить моллюски Пока на свете есть народ Особая примета Особая примета Русский Ни день, ни месяц, ни год Столетиями Больба орудий Идет охота на народ Особая примета Русский Нам быть великим и дано И потому Лютуя звери Заочно Русь уже давно Приговорили к высшей мере За то, что не даем забыть Своих богов Исконно древних Что честь и совесть Не купить Что Родина Дороже денег Ни день, ни месяц И ни год Столетиями Больба орудий Идет охота на народ Особая примета Русский На-на-на-на-на 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 На-на-на-на-на-на На-на-на-на-на-на-на-на Продолжение следует...